Всем привет, дорогие зрители! Сегодня для вас будет очень ценное видео. Все дело в том, что очень часто проблемы в обучении не только Android программирования, а любому программированию сходится к настройке программного обеспечения. И очень огромное время ученик или начинающий разработчик всегда очень много времени тратить на настройку. Делает так, чтобы у него все работало, чтобы первое приложение компилировалось, то есть собиралось. И очень часто ученики долго не могут стартануть из-за этого. В сегодняшнем видео я вам расскажу о некоторых нововведениях, о которых узнал совсем недавно. И в общем будет очень полезно. Смотрите, когда я несколько, по-моему, неделю назад начинал свою серию уроков по Android разработке, я в первом уроке, когда мы устанавливали Android Studio, говорил, что не устанавливать и последнюю версию, так как бывают баги, и дал ссылку на новую версию, последнюю, и на свою, которую я пользуюсь. Когда я писал приложение на днях, я столкнулся, скажем так, с некоторыми проблемами на своей старой версии и решил установить свою свежую новую версию. И теперь я хочу сказать всем тем, кто пользовались моей старой версией, которую я прикреплял, вам нужно заменить ее, установить, скачать под ссылки к тому видео была новая версия, но я под это видео тоже эту ссылку положу на новую версию. Вам нужно скачать новую версию Android Studio и установить ее. Там будет при установке возможность переместить настройки со старой студии на новую. Либо с нуля все настроить. Когда вы настроите и установите, вам заново нужно настроить подключение смартфона через USB провод к вашей Android Studio. Больше, кроме этого, ничего настраивать не надо. В общем, вы когда скачаете эту Android Studio, установите, вам нужно в первую очередь, когда вы создадите свой первый проект, подключить правильные библиотеки. Об этих библиотеках я расскажу. Если вы помните, кто смотрел первое видео, мы когда устанавливали, когда работали со старой Android Studio, нам нужно было обязательно переводить свой проект на Android X, так как как бы старый пакет Compate, он обещали, что он, вроде говорили, что он больше поддерживаться не будет. И в доказательство моих слов, находясь в новой Android Studio, я по умолчанию вам создается сразу вот Android Packet X. Причем не бета-версия ничего, а именно Android Packet X 1.1.0. И все обновленные библиотеки базовые, тестовые. Проблемы начинаются, когда вы хотите использовать материальный дизайн. Об этом мы поговорим позже, где-то через месяц, потому что еще пока не созрели до этой технологии. Смотрите, для подключения материального дизайна вам нужно использовать вот эту библиотеку версия 1.2.0-α0.4. Вот этот весь код я дам вам в инструкции, он будет в описании под видео. В версии материального дизайна, то есть эта версия этой библиотеки. Посмотрите, вот эта библиотека материальный дизайн 1.2.0-α0.4. Она самая свежая, она самая последняя. Также ссылка на этот сайт будет в описании. Далее, кроме того, вам нужно будет, также вы должны знать это, но пока вам это не надо, но в дальнейшем понадобится, вам нужно будет подключать библиотеку Butterknife, которая будет позволять намного проще инициализировать ваши объекты. В чем я говорю? Например, вы создаете текстовое поле TextView. Вы создали ее в макете, и вам нужно над ним провести, на этим полем кое-какие действия. Допустим, при клике по кнопке записывать в него текст определенный. Для того, чтобы все это сделать, вам нужно в Java классе провести какие-то манипуляции. Для того, чтобы провести эти манипуляции, вам нужно создать этот объект в Java классе и связать его с XML шаблоном, где он как бы прописан. И вот для этой связки используется... Есть, конечно, классический подход. Об этом мы будем говорить буквально на следующем уроке. Вам для более оперативной связки нужна вот эта библиотека. Вам нужно вставить вот эти две строчки подключения этой библиотеки. Также ссылка на сайт с этой библиотекой на страничке будет здесь в описании. И тут, видите, в Download, тут раздел из Download. И вот они, эти две строчки, которые нужно вставить. И вот после того, как вы вставили эти две строчки, вам нужно подняться чуть выше. И вот здесь, после этой версии, где прописано 2902, билд, вот после этой версии, нужно вставить вот такой код. Он также есть вот здесь на странице. Но вам его не нужно искать на странице. Все это будет в моей инструкции. Вам нужно просто вставить его сюда. Затем смотрите по поводу версий. Значит, версия вашей SDK, то есть Android Studio, должна быть 29 здесь стоять. Здесь минимально возможная версия 19 должна стоять. Таргет SDK 29. И здесь единица. После того, как вы все это поменяете, здесь будет ссылка синяя синхронизировать. Синк будет написано. Вы кликаете по ней, и у вас все синхронизируется. Потом вам нужно перейти, если вы используете материальный дизайн, перейти в стиле. И вот здесь поменять ваши стили. Где вы будете, здесь будет Dark, там будет Tame, Dark, темная тема, на Tame, Material Component, Light, No Action, Bar. И вы меняете. Но опять же, если вы используете материальный дизайн, об этом будем говорить позже. Но просто я вам решил рассказать о нововведениях. Еще одна такая, мне не очень это нравится, в новой версии Android Studio. Раньше надо было просто кликнуть по Play, по этой кнопке компиляции, и мы должны были выбрать с вами устройство, на которое мы хотим запустить наше приложение. Теперь эти устройства выбираются в раскрывающемся списке. Если, не дай бог, вы подключили USB кабель, и ваше устройство определилось, и в тот момент, когда вы кликаете по компиляции, почему либо кабель отошел, либо какой-то сбой произошел, то автоматически генерируется вместо вашего устройства виртуальное устройство. И если у вас слабый компьютер, то пока при генерации виртуального, при компиляции на виртуальное устройство, у вас все повиснет и будет долго отвисать. Вот это мне не очень нравится, поэтому с этим будьте осторожны, чтобы именно было ваше устройство фактическое. На этом все, что я хотел рассказать. Все ссылки будут в описании. На следующем уроке мы уже начнем подробно разбирать отдельные компоненты Android приложения. Всем пока.